но теперь тебе когда в больницу весной в феврале я позвоню, чтобы они везде места будут а сейчас ведь это все врачи с этой сурзайки домышленских врачей это все молодые так я на учете стою сейчас нет терапевта, у нас здесь была медсестра и то уволили ее но она на пенсии была а сейчас укол некому не сделать у жопы есть вон сестра делает она соседка сам себе делай уколы а? сам себе уколы делай я их и уколы не вон умер а вон на смогонке я если вот не Татьяна вот через два дома мне вот так может бы я и это уже и не был бы я хранили я когда в больнице лежал вот операцию мне делали да? я не заметил и не видал в больнице что я лежал в больнице что я вот эту пятку натер а как ты так не заметил? ну не заметил ну болит и болит я в тапочках хожу а и натер и понимаешь чего получилось когда меня перед Новым годом выписали вот с этой вот вот все я домой приехал ну пятка болит я зеленкой натру потру вот так вот я не могу одеть носок вот этой ноге а это я вот так как-нибудь раз и все потом Татьяна пришла давай я тебя посмотрю и вот она мне потом посмотрела пятка черная и она когда она черная вот как болеть пепельница пятка то и она взяла это лезвие да лезвие и она когда это отрезала там гной говорит у тебя все загнорилось вот она а почему из-за чего так от грязи я натер мозоль-то ааа и грязь грязь попала да да опять вот шерстяной носок одену шерсть все и вот она три месяца меня лечила приходила в девять промоет как ее вот это вот ну вон она у меня есть лекарство купили она промывала запинтует мазью вишневскую мазь намазала и вот она меня вот вылечила вот а иначе у тебя говорит заражение было пиздец тебе было а там я хирургия а я что я лежал на койке я думаю что же у меня это в ногах то это хирург не обращался а потом я обратился он хирург говорит давай его зеленкой намажь и перементуй и они там и все и меня выписали а домой я приехал я хожу а потом вот так и так она как вот эту кожу сняла оттуда лезью говорит ну ёб твою мать тут гной и давай три месяца вот это вот она мне в девять приходила промывала и потом мазью вишневскую и давай и вот зажило нормально все но главное вылечился да три месяца а тут еще баба тут вот сейчас ты пойдешь и завтра и одна говорит ну вот она вот там напротив живет в каменном доме как у нее муж уходит на работу Танька идет к нему ебаться ебаный ты врат хорошо такая она Татьяна вот как раз вот вот это она такая баба она это неревливая не туда-сюда да говорят вот тебе надо было компрессор из самогонки делать бред я выпивал а когда она меня лечила я упивал лекарства бы не помогли нет да а тем более я ее это как стеснялся хотя она и младше меня ну так вот ты стеснительный да да она вот она знаешь что пьешь на тебе нахуй она молодец она тоже да и что вы тоже не станете ну дед вот смотри вот если бы ты оказался перед путином что бы ты ему сказал я бы ему сказал дурак глупый человек почему ну знаешь я тебе Андрюх скажу то давай он с одной стороны молодец а с другой стороны дурак ну объясни почему он молодец почему дурак молодец он что войны нет он не делает войну а с другой стороны он туда нужна война дурак нет он туда гуманитарной помощи а россиянам нахуй квартиры вот почему все грабят старух грабят это грабят ты почему этих нихуя откуда вот с одной стороны с другой ты я не знаю в каком году у нас же я 81 81 у меня дочь 70 откуда бомжи взялись почему раньше их не было не было завода работали фабрики работали почему сейчас безработица откуда закрыли все пропили продали вот вот я тебе и говорю вот у нас почему газ газ вот тут газ должен здесь везде быть прораб привозил трубы на газ а Ванька председатель ночью их продавал тут нету утра устали тысяч нет а куда они делись вот тебе вот я тебе скажу подруга а говорят если много спиздишь мало дадут если мало спиздишь много дадут почему так ну почему потому что ты мало спиздил за это за это надо за это вот смотри у нас была вот это вот это вот вот деревня это был колхоз Шданова миллионер это по двадцать машин возили в Танеевку все а где сейчас эти же поля а где все разрушилось сколько было это по триста голов дойных три то четыре телок вот в Москву возил я даже в пацанах от колхоза загружали вагон в Москву на эту на мясо на колбасу где сейчас какая разница эти поля комбайны были я работал на одной комбайне в этом в равноправии было в стране да вот она без кабинки сейчас кабин какие трактора такие а поля не обработаны они сейчас не обработаны ездишь летом половина полей вообще заброшено а я тебе про что и говорю раньше ты что ну где вот это где этот Путин у нас колхоз совхозы где ты проедь нету по сиреню ты проедь по районам нету все заросло чего китайцам это продали китайцам это китайцы посадили китайцы уехали ну поля ты не возьмешь после китайцев раз они закупили все тихо не сажали как вот это понять вот это вот мы на комбайнах я был этим как грузчиком до 11 часов до 10 комбайнах ходили летом молотили что ты комбайнеры после 10 нахуй в Танеевку 20 машин нахуй груза зерно везут вагонами туда-сюда это перерабатывали зерно сушили ну где сейчас какая разница эти же поля то а зерна то нет техники нету да техники и нету и нету колхозов где гаражей гаражей все гаражи на кирпичи разобрали куда технику то вести вот где мастерской разобрали нахуй вот разобрали вот разобрал какой-то хуй продал их ну и все из бикетов ну и чем же вот и остался был колхоз имени жданова конопли блять сожжали никто и не знал что это храна как охуяна это нас пацанов со школы махорку блять вот эти сожжали где сейчас это все моя мать покойница серпами блять эти коноплю коноплю жали для скотина да для скотина коноплю да для веревок а для веревок а веревки из них делали да коноплю да конопля она для чего шла семечки кетла там ну пойдут бабы щелкают а ее сушили а ее сначала это жали коноплю вот здесь пруд был вот ее замачивали и потом каждое звено было вот у тебя звено примерно здесь человек у трое звено здесь человек и вот потом их вот так вот складывали у меня около дома были мы играли это сзади огород сушили а потом ее мяли вон на дорогу и я трактором помнил это на тракторе вот ее расселят и вот по ней ездят мне уж там кострига костригу собирали это вместо вот голланд топили и дрова тоже где возьмет вот мяли а эту все на пенгзавод отправляли коноплю и вот нам верешки делали конопля вот откуда а сейчас коноплю нельзя мухурянка от нее ебаный а раньше да вот у нас был он когда председатель колхоза колхоз был здесь не совхоз а колхоз он на этой конопле он миллионером стал конопля была дорогая чтобы ее сдать дорогая он моей матери еще некоторым вот этот председатель колхоза построил с трубы дома а мы землянки решили ну чё я живу одна мать а тогда как мать без отца да ты знаешь кто никто придут последние трусы с матерью снимут налог отдавая и все вот а у кого еще мужики жили а я чё с матерью я вырос когда ее в том после армии когда армия у меня я пошел в 67 году у меня дом был под солом крытый после армии это тут уже это военкомат дал как это одиночка она еще не на пенсии была если бы на пенсии была меня бы варим не взяли мне как сказали ты варим хочу я не хочу и все равно меня это осудите а раньше обсудили комсомолец значит варим не комсомолец иди вступать обязательно надо в комсомол вступать? обязательно у нас один мы вдвоем уходили 28 ноября это принудительно комсомоль ну что ты был комсомоль все а вот Мишенька мы вдвоем уходили а если не захотел в комсомол пошли его в жопу сказал хочу я в комсомол куда ты нахуй посадят что ли или что расстреляют ну расстреляют не расстреляют он был комсомольчик у него зуб заболел ему надо было 18 ноября это и военком а он пришел говорит у меня зуб болит иди дергай а то повестку не дам он пошел выдернул вот тебе на 28 тогда они у 17 и за зубы то нахуй на 10 дней нахуй отложили в армию но у комсомольцев были какие-то эти да привилегии да ну я тебе как скажу комсомольцам ну это что партийный партия привилегий партии то больше а ты как помощник партии ясно ты как помощник партии но все равно к тебе относились с уважением да как комсомольцы а если не комсомолец так распиздяне да я знаю что я попал это это еще в пензи семечки собрать мясом торговал ну как говорится это а я и в москве даже так и было вот семечки крысы и меня забрали но у меня было заречного у нас было я у меня был это как тебе сказать он у меня уже остался дружинник обосверения помощник милиции ты в милиции еще работал ты в милиции работал нет я работал завод а этот документ у меня был ну я показал если меня забрала я показываю все дружинник и была у меня в москве такая это я в москве магазин а тогда ну апельсин вот мандарин уже был дефицит ну да вот ну я за 250 рублей да в москву ездил покупал охуенно ну я в магазин захожу и как раз апельсины кончаются и обед ну ладно обед обед ну и стоим все там дохуя стояло женщин старуха ну короче народ заходим апельсин нет я говорю как апельсин у вас же оставался два ящика апельсина вы как нету да так я документ дружинник да ладно ладно посмотрим заходим а у них водка там там не положено сейчас сейчас давайте вам в первую очередь все я апельсин взял и пошел тебе и дружинник я раньше помню мандарины мандарины были в дефиците на новый год их доставали что это был дефицит ты что их на новый год доставали пахло мандаринами а сейчас от них и не пахнет да колбасу вот мы возили отсюда скот в москву 25 рублей командировшую и вагон загружали колбаса рубль вот такая чесноком оттуда не вынесешь там вот телят бьют вот прям да вот я это видел все ну не вынесешь ешь да куда я ее съем блять а ведь голодный как говорится она с чесноком туда-сюда не вынесешь понимаете вот когда в заречном я попал это я в семьдесятом году коньяк стоял по четыре рубля его никто не пил четыре рубля сейчас водка блять сколько стоит блять паленая четыре рубля у нас ну заречный он был от москвы питаются от москвы вот это город-то закрытый а что же со страной-то сделали, дед? ну что сделали вот что Горбачев начал то и сделал ну ты думаешь что во всем виноват Горбачев? ну а кто же больше-то правители вот ты смотри ты не жил в восемьдесят первом году Брежнев был мы при Брежнев жили как при коммунизме я пошел за пять рублей за три рубля я купил и на красненькую что выгоду и колбасы и это и это ну а потом началось что? куда? вот смотри при Горбачеве водки не было колбасы не было сахара не было все по талонам Горбачева сняли блять все а вот сейчас что это раньше это раньше это не было да? откуда все взялось это сахар а что сахар был в дефиците что ли? а как же сахары у нас талон были в пензе талон сахар вот талончик пойдешь купишь это на сахар это на вино это на водку бутылку тебе дадут ну вот это колбасы там сколько полкил 200 грамм я не помню сейчас вот пойдешь вот это купишь а сейчас иди бери лишь бы деньги были а сейчас денег нету ты хочешь сказать Горбачев все короче а он и сделал все а Ельцин добавил а Путин продолжает да? а Путин он же я вот каждый вот он это ну недавно говорил в каждом селе должен газ быть бесплатный а куда он бесплатный я 18 тысяч заплатил еще сколько еще 17 надо отдать горелку купить это купить это купить где же бесплатный куда-то идет газ бесплатный а россияне живут вот в Челябинской области вот показывали старуха дрова колет пять лет газ проводит подвели трубы как вот вы сейчас подведете а у нас пять лет эти трубы стоят а к дому не подводят чиновнику этому председателю этому подвели там нет а старуха ей под 80 лет у нее газ она дрова колет ну где справедливость показывают по телевизору а что Путин что не видит что ли Путин то нахуй просто на днем командует там он никуда не хуя Путин вот еще ему три года нахуй а там хуже кто станет может еще хуже будет а в Хабаровске ты видел новости что творится да да ну у них губернатор хороший их он половину посадили нахуй а хули они сидят чего они сядь он сядь на эти недели и все и выйдет ну фургала сидит уже долго кто фургала я не знаю ну этот губернатор Хабаровский я не слышал что-то в Беларуси видишь хотят убрать этого ну вот я знаю думаю я-то может не доживу может война все равно будет а с кем с кем охуизна кто на кого пойдет гражданское люди восстанут может люди восстанут выставляем против вот этого всего беспредела да ну смотри это сажает это ворует это ворует ну что же вы людям не даете жить вот я тебе и говорю поля давайте сажайте сейте хлеб свой вы зачем с Америки везете хлеб свою пшенизу рож да мы вот столько там каменный какой-то куда-сюда а где Ищинский район его не поминай Мордовия поминает Мордовия там да он это Николай волк вот его показывает вот он у нас пензан идет телевизор а Мордовия он все у него там все нормальное Волков в отставку подал все ну и потом кто пойдет и нахуй развалится Мордовия а сейчас у него все он так вот я молодец он я вот он молодец все ну уж я ему лет сколько конечно может а мне кажется он уже наворовался и уходит а может так мы сейчас ведь не поймем вот смотри Лужков был мэр Москвы наворовался нахуй в Латвии или Литвы куда-то умотал но у него денег то нет на жене а хуй ты отберешь он на жене а ты думаешь что Путин развелся так что ли женой то тоже так же на жене деньги вот у него полномочий кончится и это Медведев спиздился спиздился и не видать его и не слыхать где он добровался на жену и все и отберил у него вот у меня жена когда уехала отсюда вторая и она говорит а у меня дом вот этот и вот этот дом она а дом мой я говорю а ты платил за него они ну пусть я вот Татьяна говорит ты за дом то там она не платила я заплатил 15 тысяч когда я Сердняковой с адвокатом она мне говорит Сердняковой расписано я говорю нет она прописана я говорю нет за 200 метров пусть к дому не подходит никто ни к этому ни к тому хуйот ей так и это вот так вот вот как происходит вот он Вайк почему Вайк Абрамов за три дома сейчас деньги заплатил за газ почему а потому что он понял что он виноват газ так провести вот так а потом на шведский а ты провел там а тут он уже понял народ уже начал поговаривать а а вот который вот этот здесь жил кузнецом работал 800 рублей отдал за газ ни денег и ни газа так и умер без газа вот вот все Андрюх вот ты и говоришь что суть дело ну ты как думаешь наладится все или нет в стране трудно это сказать вот сейчас по телевизору каждый день то Ирине помоги то этому помоги вот вот собрали 4 миллиона на операцию а ей надо миллион это 4 а где 3 миллиона собрали это опять 9 миллионов а там 2 миллиона в Германии почему у нас врачей нет таких значит в Германию ага опять 4 миллиона туда надо а 9 собрали а где 5 миллионов куда их делят это друг друг как тебе говорит это говорится друг 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 объем нахуй а нас русских вот таких крестьян как говорится как ты вот наёг и нас наёг будет ты вот работаешь нахуй там вот снег не снег не мороз не мороз работаешь платят двадцать тысяч да и ладно пенсию дали четыре тысячи четырнадцатые сейчас четырнадцать кому и девять и то довольны вот мне пенсии девять и хватило бы и хватило бы а в день не хватит да не хватит ни хуй вот он Николай один комбайнер работал на АК семьсот и работал золотые часы получил всего получал на пенсию пошёл девять тысяч дали всё ты зачем работал так день и ночь девять тысяч рак вовка двадцать семь лет и это в тюрьме посидел тоже девять тысяч как как вот этот пахал на комбайне золотые часы получил девять тысяч этот в тюрьме просидел двадцать семь лет на пенсию пошёл там же девять тысяч но в тюрьме тоже стаж идёт вот и хуй ёб твою мать вот я в заводе проработал двадцать девять лет и слесарем и там это сварщиком и мопалки блять слезомонтажники такие блять тяжёлые я тысяч четыреста мне дали это в 2001 году приехал сюда туда-сюда один на ферме работал в сапогах и спал керзу это в резиновых семьсот рублей дали пенсию вот справедливая он это скотину блять пас убирал на это на скотном дворе вот ферма там и четыре или пять ли было а где 700 рублей это тюрьме блять ну как вот справедливо вот все ёб твоём говоришь вот так вот каждому хуй докажешь не говоришь ну они расчёты ведут с чего так да хуй ей знат кто знат вот знаешь я тебе ещё скажу у нас булгартерша работала в конторе а у неё мужик пчеловодом было там вот эта лепрейка была сейчас там ни одного дома нет он пчеловодом работал у него пчёлы колхозные совхозные и у него это он берёт у него медовуха была управляющий сесть на машине там медовуха попьёт туда-сюда и он две фляги грузит на машину туда-сюда и в пенс продавать свой мёд свой мёд а у него около дома встали это стояли два уля без пчёл мой мёд ну с какого твой-то ёб твою вать она булгартера она всё списала потом когда эту управляющую уже за жопу взяли она быстренько высула милицию и заняли дело вот видишь как бы привет привет да вот и всё дядя Толь тебе привет передают кто ма максин максинка макшинка макшинка им макшинка 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 потом меня не было ну вот у тебя вопрос вот смотри сейчас тебе путин домой зайдет что ты ему скажешь у тебя есть к нему вообще вопрос какие-то я ему скажу сейчас картошки у меня нет мяса нихуяса нету дождь привезла мне холодильник там у меня есть холодильник я взаймы беру магазин я уже должен мне печи не хватает вот за газ я отдал все у меня в этом году это вот в этом месяце ну в том месяце на одном декабре я может 7 тысяч я отложу ночью я куплю дальше как не жить ничего не скажет тебе пенсии не хватает на месяц где 14000 где 14 1517 отдал я вот это ну я это на похорон отдал взять и все у меня к это у меня не было еще мне дочь 44 тысяч прислала чтобы за газ отдать где вот в декабре получу если я вот ну тысяч пять шесть отложу остальное дальше опять масло над купить сыр я не могу без без масла без мяса я как-то питаюсь ну и вот на это вот и хуна за дом ты чё платишь вообще за коммуналку нет я ничего за воду а за воду можно это я что к ее провел в августе ну по счетчику ты платишь наверное лишь нет 54 вся 4 рубля за месяц а я вот это три месяца не платим а я куплен как закуп на платить а я только ведро воды налил у меня куба не я вам за 2 куб заплатил и трое сейчас вот а 54 закуп а сейчас еще 20 рублей давали что-то почтариха оформляет документ на подарок нажимайте там подарок по экрану бьешь лайки а там внизу справа подарочек такой вот подарки дарить поедем купим курицу деду у тебя карты есть бербанковская нету 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 ну а чё вот тут и ты получил пенсию 14000 куда ты ее раскидал ты вот каждый день вот считай я все года откладывал а вот два месяца я 14000 вот у татьяне занимал 77000 сегодня на два месяца и 7 отдал вот сюда и на мою по номеру телефона вот и все пенсии 1800 магазин потом 2 раза это брал и потом на 600 вот и слушай меня друг так вот идешь в магазин покупаешь там ну колбасу я не беру я его не ем бросим здесь нету сбербанка оформить карту это возьмешь и глухая деревьев 600 рублей нет ёпта воевать пришел поесть ничего вот вот она деньги куда ну в магазин в долг дают до пенсии не отказывает путя на лекарства сколько уходит если как покупать тысяч полторы на лекарства у меня ванна лекарств есть глаза капать потом сердечные и разжижение крови они 600 500 рублей а вот ногу натирать это мать мать она стоит 200 чем-то это 2 а вот пентаген я понял понял это обезболивающий а пенсию пенсию по каким числам в конце месяца или доска это он я получаю 9 сразу идешь в магазин отдаешь долги кардиоманг кардиомагнил хороший горит дорогой конечно но нужен кардиомагнил называется без это обезболивающий вот 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 есть сердечный вот он есть у него где-то она там она такая одна дорогие не дадет сколько не стоит дед я даже не знали это мне дочь купалась их одна таблетка остался на сердечку маленькая это для сердца до таблетки это ее рекламируют чтобы не было инфаркта сердечных это уже короче сколько их штук здесь ты уже все выпил до 100 таблеток тоже 100 таблеток 100 он тебе говорят пей горит они это хорошие горит таблетки я знаю их рекламирует это короче на чем 9 числа ты везде долги разносишь а за лекарством куда ездишь или высо а вас еще здесь автобус или чай как вы есть у знакомых здесь мог кто на машине до отвезет 600 рублей вот соседу ты попросил отвезти высосу и назад 600 рублей просит соседы здесь вот в деревне местные за деньги на автобусе это сейчас 90 был 70 уже прибавили ну отсюда 8 по графику идет оттуда в час вот до часу ты должен управлять сколько сколько раз автобус ходит у тебя в неделю три раза в субботу до 11 он в 11 оттуда уже уезжает если ты должен на рынок там ну и ты как успеваешь все там закупите на автобус назад если в больницу я могу не успеть оттуда на такси да ну на такси 400 рублей оттуда на такси 400 рублей да а если ты соседа попросил он тебя туда за 600 отвез да он 600 туда и он меня должен держать все это как я пройду и привезти еще а чё же они так соседи друг другу относятся к чему деньги берут вроде в одном селе она у вас маленькая нанимаем тебе надо машину купить если у тебя права есть купил бы машину он 1015 шестерку какой-нибудь чтобы жопа возила до из-за назад но у вас здесь не заправок тоже ничего нету блять это высу опять же ехать да вот это машинка спасибо но я тебе говорю сейчас смотри ты у тебя 14000 зарплата доходит пенсия сейчас ведь можно какую-нибудь пятерку в хана в нормальном состоянии ну как в нормальном возить тебя будет я понял это вази ну да возить тебя будет доехал туда назад мне сейчас дождь он продает машину мне она не нужна ну у тебя нога из-за этого ты может да я чего я с ней буду делать не ну а здесь что никакой помощи нету здесь нет таких людей которые ходят там пенсионерам помогают это есть есть у вас деревне так соцзащита есть ай соцзащита это сысы да да я тебе вот сейчас что скажу они ко мне ну приходила это это пензенская область село находится истинский район село бикетовка да она ездит сюда понедельник и пятница заказывай макароны там чё ты закажешь что ли она и привезет ну мне не надо я пока хожу в магазин сам я говорю ну зачем там 200 рублей что платить это не деньги 10 рублей это ерунда вот ну мне зачем ну а соцзащиты приезжает вот к тебе приезжать что она вообще привозит или что а это и на свои деньги да от соцзащиты вообще что-то они присылают нет они не присылают они приезжают вот ты заказал там макарон там туда-сюда может они побочим что это что там печенье конфет может купить у них это вот короче соцзащиты благотворительностью не занимается да нет ну за свои деньги чтобы ты вот примерно вот я сейчас сижу вот так вот вот они тебе привезут что ты в магазин не хочешь ну ты им звонишь античат телефон дают или чё нет а уже это они уже знают знают что что тебе вести в чем-то нуждаешься да они уже знают эти дома вот они вокруг дома ездят они уже знают какие квартиры какие дома они уже привозят и потом они записывают что-то в понедельник приехала на пятницу она привезет тебе вот эти продукты что тебе надо вот все что ты не ходячий там лежачий вот ну если он и женщинам она не ездит то у них и дочеря это есть ну какой-то эти работает это а привозят им и мне когда вот у меня примерно вот сейчас мне ладно я ходячий мне не надо а дочь живут вон она там конечно сейчас мне привезла макароны там чего-то там куда-сюда мясо какого они привозят деньги отдал все пока я ходячий я в этом не нуждаюсь а некоторые они нуждаются но они все равно заходят в гости это защита интересуется хоть как у тебя дела чего нет потому что я если я ей скажу она будет заезжать чего там воды помести там туда-сюда полы помыть это она имеет право если я плачу но я пока сам это чтобы они что защита нами не будет а вот опекун который опекунство который предстот человеком ставят да она должна фактов таких вот дядя толь смотри ты получил пенсию пошел в магазин ты сразу на месяц продукты закупаешь или как но вот сало ты захотел ты где его покупаешь здесь у вас селе вообще сало продают а где-то его берешь магазинная беконовская то есть в магазин или на рынок на рынок я могу вот яйца у меня куры были это ладно а сейчас я вас заказываю магазине надо мне два десятка три десятка она привозит мне заказ привезет яйца а летом у кого кур там 40 можно купить вот а как только по заказу ну и сало я закажусь она привезет а так я у кого но ты но ты из пенсии у тебя сколько на месяц продуктов закупаешь да сразу себе хлебов сразу берешь хлеб я вот полите это вторник у нас хлеб четверг ну сколько тебе уходит на месяц на продукты на еду примерно ну примерно мало ем я вот сухомятку сухомятка дачу ну примерно сколько выходит на продукты у тебя ну все те все равно колбасу взять сыр ты любишь яйца правильно масло молоко 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 здесь есть местные продают место здесь 2 к это корова нет не продают да нет она привозит магазины ну это я понял магазин на это понятно 45 рублей я беру каждый день вот вижу вижу нет но примерно у тебя сколько на продукты выходит денег как сказать тысяч пять тысяч четыре тысячи три шесть тысячи три тухой ну а считай купила это кучу ну вот смотри 3000 у тебя ушло на продукты до 33 тысячи больше но тысяч четыре пускай до возьмем так округлим на продукты тысячи две на лекарства до ну да это но 14 тысяч пенсии это ни о чем дед она как тебе сказать тысячи это четырнадцать тысячи это на продукт там да четыре пусть да я откладываю по шесть по пять тысяч дочерям и внукам ну или ночью я дочери откладываю он соседки отдаю чтобы у меня нельзя она же мне не отдаст их на это я понял пять тысяч я себе оставляю на месяц это не хватает ну вот смогу кому на это у него я не возьму я смотрю ты ведь не пьянство и ждет ты ты ведь так выпил ты же не загольный ничего не так что а летом огородами занимаешься постоянно картошка работаешь и как говорится осенью приезжая папка мы приедем картошку копать а что ты не заведешься стать ему хотя поросенка как он маленькую даже смотрю сарай то есть и есть у меня и кожа были просят потом есть и я уже говорю это на поросенка надо было дочь у меня мясо забирала папка кончай надо варить надо а у тебя нога все здоровья хватит я почитала 9000 в месяц за год 9000 надо за год до зерна надо купить а зерно где покупать а зерно он продает один а вот сейчас зерно знаешь сколько стоит мешок 3 ведра и оптим эту исполняет сотни три с половиной чего сотни 350 рублей до 3 ведра до а мешок ну вот мешок там в нем три ведра что ну 4 а сейчас 500 рублей и вот считаю пшеницы 10 10 кур сколько надо я за эти деньги а я из куплю а посчитала дочь и говорит папка я мясо взяла это взяла 9000 выкормил ты я за 9000 куплю мясо чем ты будешь картошку варить варить вон на галанке но я понял еще это дрова наклады и у тебя здоровья надо каждый день кормить но одному тяжело конечно ну вот а у меня галанка была вон на улице я ее сломал хватит так больше ничего не надо я привезу и все не надо и вот они меня так меня дочь там берегет вон я вам ничего не открою я вам капуста яблоком открою навозили папка ничего не надо живи только все а эти дома на дочери вот сейчас конец конец месяца дать какой 23 сегодня 23 это сколько еще до 9 числа до пенсии две недели до у тебя осталось денег сколько 600 рублей на две недели если ничего не покупать если ничего не покупать они тебя так 600 рублей останутся и все хлеб потом и то вон они лежат в сухомятку тоже не проживешь ждет на дому ты же мужик тебе мясо надо я мясом не беспокоить курицу они они же недорогие курицу купил сварил ну ты сейчас покупаешь кур правильно или ты как будет в марте месяц только набрать ты какое мясо ешь то вообще куриное я люблю свинину свинину сальца поесть вот это но это опять же надо покупать все ну а чё ты не погни купишь вот свинину любишь купил бы сразу килограммов 5 на месте хватит на засолил сало я я люблю сало я вам в пакет чесночком и в пакет и морозил на кофе сколько у тебя денег ты кофе пьешь на и чай пьешь я утром встаю хоть пять хотела сколько ну я буду вот я как кофе очень с молоком и масло и бутерброд и сыр сверху я сыр беру часто я вместо хлеба я сыр ем я насчет питания я не обижаюсь я что мне надо то я и ем что мне хочется то я и поем но картошки тебе вот накопал посадил картошку накопал тебе на на зиму хватает или придет приходится покупать раска и остается даже остается у тебя этим летом много вышло картошки сколько мешков если сказать все больше ну ты в свежую землю до посадил земля просто отдохнула поэтому а ты чем паша что мотоблок у тебя есть или нанимаешь это сколько нанять трактор на вот он о чем это блок не купишь это опять же деньги да он стоит ну а как ты с ногой копаешь картошку с такой больной тихоньку я еще в огороде под лопат сажают у меня особой тут в огороде картошка особые киви киви вот они взяли соседи взяли обоим соседям а она как ребра стая вот такая киви у меня картошки вон приехали осенью но это хорошо хоть картошка в селе вообще хорошо да а это еще из из этих сажаешь из овощей огурцы и помидоры лук лук чеснок редиску свеклу красным ясно у меня здесь знаешь вот взять покойник груши я бы две груши яблони там яблони это смородина грыжовник малина но ты сам ничего не соли сам ничего не делаешь да нет я понял сажаешь а солить это дочерь дочери даешь они там сами соли то есть а дома да ты ты этим не занимаешь а не только это отбирает приходит вишня привет у я карбуро 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 здравствуй а это вот мне косить бензин чтобы мне бензин мы тебе дадим вот баклажку 5 литровую найди мы тебе нальем целую нальем вот а это у меня это а это я все они приезжают он смородину черную малину все оберут опирать пожалуйста а то даже вот в этом году и малину нахуй это осыпался таняка говорит папка не надо ну и смородину мне ну я это сливы полного а вас здесь много вообще пенсионеров в деревне все наверно все молодых нету да а здесь вот парень какой-то ходит с рулем из баклажки он больной да он с детства такое лечо здесь его спросили как на лопатин проехать ты печь перекладывать не собираешься летом вот хотел бы я знаю что хочу даю полностью не надо она там хорошая вот не столько все пиздец кирпичи есть это есть вот вниз но у нас и нет кирпичинка сейчас вот вниз подгас и вот сделать и все а так она нормально добрый день олег гостри этот мир олег пишет этот мир спасет только война люди будут ценить жизнь только после больших утерь а это всегда так да дед когда потеряешь начинаешь ценить да я там варишь мясо сейчас мясо сварится немножко и он запущу лапши картошки лучку суп какой-нибудь да ты за нас не переживай а за себя и вообще не переживаю привет с калининград калининград привет ты за нас ты за нас не переживай мы-то не пропадем с голоду дед мы доедем до из и если надо тебя и в свозим если нужно в магазин и куда тебе там если надо мы тебя свозим я за себя не переживаю ну а за нас что ты переживаешь я всегда за всех не желаю вот знаешь привет барнаул она как я тебе скажу вот дочь и говорит папка мы в субботу приедем я начинаю и готовить папа ничего не готовить свари картошки пожалуйста больше ничего дед дима и зуб нахуй вот это вот туда и отсюда и вина и все дед 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 димка пишет вам давай паре махи опрокинем дед тебе высоту не надо можете отвезти в магазин я люблю юмор это хорошо юмор юмора всегда хорошо дед я не люблю ругаться юмор я люблю иногда он как бабу сойдут нахуй каким подъеблю дам анекдот иди отсюда ручки ну-ка расскажи какой-нибудь анекдот дед и тогда как я старик он всегда работал ну и на обед бегать домой обед старуха на второй день смотрит в окно старик бежит она раз и раздвиглась лежит штаны снимая ляжки он только хули по ляжкам ёбал ты хули раздвиглась ты не видишь мы горим да не видишь мы горим ухо клепко жим опять не горила старуха да и когда же с пола как тогда и забудешь это короче сейчас супчик хочешь для женьки сделать женька любит горячие я горячая вот в селе магазин почему на почему выходные он закрывать воскресенье чё не никто не хочет ничего покупать а значит я тебе скажу а потому что никто не хочет дорого там все что-то не дорого во первых они вот во вторенька она привезет продукт свежий купит там чего-то ну в субботу за хлебом в четверг за хлебом а потом она сидит и нет ни кого ну один человек придет а зимой вообще сейчас все нахуй а большинство как тебе вот сказать в субботу там чуть это ездит высу укажу машина ты сел женой поехал высу и купил тетяна там дешевле здесь конечно подороже и все купил себе на неделю там на двое и кто к ней пойдет да нет ну ходит полно народу ходит но у нее там должников там целая книжка да целая тетрадка ну тетрадь если она еще в долг в минуса уйдет да конечно один вот смотри она старков здорово отец тебе пишет старков здорово говорит отец кто вы старков привет привет ну и чё если она в долг давать не будет мне кажется магазин тогда закроет а где магазин то вообще здесь далеко нет нет пошли с кем туда в школу направо она вот здесь торговала и общий магазин был понимаешь еще ну должен в колхозе же колхозный магазин быть закрыли а почему а дохода нет а вот она открыла магазин у нее есть доход да она и был магазин ну это и туда ходили и туда ходили она к дому ее магазин перевела чтоб сюда не ходили ты понимаешь конкуренция а что Ленка торговала вот Смирновой она наторговала пять тысяч на пять ну пять тысяч я должен был Женька пять это в долг мы с пенсии отдавали все а продукты она ездила тоже на эту базу Ленка общий магазин а надо продукт покупать а у нее еще денег на чего а ей надо зарплату ну и пиздец закрыли а Машка отсюда тем более перешла потому что советские дома большинство а здесь одни старухи тут нет никого ходить не кто-нибудь она к дому чтобы семянские дома к ней ходить ближе вот и все а что она хочет сейчас Машка что хочет то иди и печенье у нее там и заварные закажешь торт и торт привезут хлеб с риса возят а хлеб почем здесь 28 28 рублей да бук и батон 28 был 27 вот уже на рубль прибавили ну и а молоко 45 вот этот пакет пакет молока литровый да 45 рублей нет тут возят еще но она сейчас наверное не будет возить это совхоз вот я покупаю и коров а между прочим вчера мне одна звонила если вы хотите молока 75 рублей полторушка полтора литрового да 150 рублей трех литрового банка молока молока с подчистой коровы продает она творог и сметану если хотите мне вчера позвонил говорит ты поговори с ним если хотят покупать то пожалуйста молоко 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 я вон это вас отвезу где взять и я вальке позвоню у меня телефон есть и все мы брали это у меня дочь всегда у нее как приезжает а водка у нее здесь сколько стоит в магазине она водку не продает у нее вина и то нелегально конечно на дому продает у нее лицензии здравствуйте ну не Сергей Петрович мне Андрей зовут а дедушка зять Толя и почем у нее говоришь бутылка водку я у нее разбрал у нее это ну мне не находили это ну такая же 160 160 бутылки да дешевая паленая нет ну какая водка я не знаю он привозит ее откуда с пензер с базы ну хорошую водку то она не привезет правильно в деревню кто ее возьмет 1 хорошую водку она дорого стоит а здесь если она привезет она будет стоить рублей 700 кто ее возьмет то здесь нет конечно по 160 ее никто не берет я примерно ее не беру я вина она в вино какое разливное привозит или в это в баклашках нет зачем бутылка а что за вино то кагор нет бутылку я выкинул а раньше помнишь вино было это анапа да нет я их попил хорошее вино было да в банках продавали помнишь в литролах что ли да а потом бутылка была солнце дар потом забор красили забор вином 120 он был это рубль двадцать хорошее было блять его блять ты что а потом как пошел его рекламируют стали говорить я купил как это вот это вот вино забор покрасил отлично а ты эти как в то время не застал когда мавродито ммм было ты не покупал а нет ваучеры да ваучеры ваучеры я покупал потом я их продал ну нормально ты с них поимел а я забыл за сколько я их продал тогда на рынке блять пейзи да я все застал немного но застал 3 рубля возьмешь пойдешь нахуй блять купишь нахуй и колбасы и вина хватит на 90 копеек блять ну это раньше три рубля было сейчас три тысячи пойдешь и купишь колбасы да или хуя за три тысячи вот восемьсот рублей отдашь нахуй Машкиной приходишь нахуй сумку открыл а поесть нечего что купил хуя за как будто по дороге съел я пока у нее бутылку беру красный от марки я ее до дома выпиваю из города это ветрова у меня ее 14 градусов нахуй пиздец мужики снизу говорят ты че ж ты ее выпил пока там и с мужиками поговорю ворачивайся ворачивайся нахуй пиздец нахуй пиздец нахуй пиздец ну без бутылки то а че там на окрошку надо там квас нужен до сметаны да там дохуя надо ну а это все твое же правильно а колбасу еще надо да это когда свое есть а если вот весной свое огурцы не поспели там куда-сюда укроп укроп у меня дохуя его полногород я его выкидываю вот уже зарос это свое а если купить то огуречек ну яйца у меня свои да Лех молодец огуречек яичко колбаски квасу колбасу или ты че добавляешь в окрошку редиску редиску а из мяса че добавляешь колбасу колбаса в окрошку нет нет я видел окрошку с рыбой ты ел такую хоть раз нет я тоже когда увидел офигел с рыбой я не ел мясо это добавляется мясо мясо в мясное в Пенинской области колбасы это мясо вот в окрошку это надо 600 рублей раз поесть а во-первых это окрошка ее любит и конечно вот одна у нас любит ее это как тебе сказать она же это вот ее поел и через час опять есть что щи поешь с мясом а что окрошку окрошку конечно это да да с рыбой я еще с какой рыбой с этой как ее в консервах которые как ее келька вот окрошку с ней делали я просто видел был в гостях я офигел я первый раз когда увидел с рыбой потасут из лягушки или мой рыбу я вот брал рыбу свежую вот тебе какая рыба нравится дед? да мне любой котлеты вот это рыбные нравятся котлеты? да мне нравятся ну туда чесночку туда сюда все это надо сделать а ты сам можешь рыбные котлеты делать? я? дай ты вот зря спросил почему? вот скажи что я не могу дед что ты не можешь? вот не могу а хуй задать все могу да? что я могу то женщина это не может да да? вот я жил и в Заречене жил супер молодец деда котлеты пельмени я делал беляши я делал пирожки я делаю и до сих пор делаю блины я пеку и это все делаю да тебе и женат не нужно если ты сам все делаешь чтоб доебли деда здоровье тебе пишут а то возьмешь такую лешка он пишет здоровье тебе деда поебало выкинул я сам котлеты приготовлю деда я сам котлеты приготовлю деда 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 дед я ее вот трусы ты сам постираю вон машинку включу нахуй ебану но она лучше постирает если баба в доме ага если напьет она постирает нахуй да печка русская я сам люблю готовить она совмещена с комнатой нет у тебя там телефон разрывается телефон звонит у тебя там твой какой хуй соскучился не знаю кто соскучился может магазина звонят на печке да все готовит газа нету у деда пока что так вот скоро газ приведем давай ну привет здорово что нормально я да мне звонили я не знаю как я на тебя попал что ебану а то же звонил то а ты это слушай а я тебе не угаду это кто не этот не мой дед мы жилье с ним а нет слава я тебе не звонил мы сюда приехали газ ведем по поселу у них газа нету у деда тоже нету мы им газ ведем и дед нам сдает дом свой ну мы вместе с ним же давай кто звонил а я в этой избе а телефон у него раскладушка а я дал джи еще старую суп варю ну ладно я я всех посылаю я смогу пью да мне похуй слава давай 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 скажите скажите от кабан перезвони а как я на него попал а кто же завалил то какой хуже какой дед телефон у тебя а нокио ну да дождь подожди блящик мне опять вода вытепила нокио мы ведем ведем деревня не небольшая деревня сколько у тебя улиц в деревне дед а я хуже я считал что две две вот это центральная мы сейчас центральная ведем газ у него без газа они уже здесь давно у них в начале деревни там может в десяти домах есть газ а вот уже по всей центральной улице газа нету и мы ведем к ним газ по всем улицам каждому дому говорю уже привели провели уже тот соседку я вам сейчас позволю пусть идет ядро за газом да нет не вся почему газ у людей будет да не дима не вся мы почему мы везде работаем газ будет через пять лет сколько подключение газа у нас стоит дед ты не знаешь 14 14 тысяч это подключение да да вот вам отдали 28 это 14 пензенская область еще 14 отдал еще 17 да это сколько тридцать тридцать еще сколько 14 да еще еще ну ладно до весны не прибавится пензенская пенза пенза вот смотри в калининграде пишет он будет будет это женька нахуя вон в овраг ебать его ворота газ ну да и по трассе вот как на Розаевку ехать с Розаевки на Саратов это короче да прям вот около этой трассы село бикетовка нахуй мне нужен газ так я че ты с тобой забыл дед все вписывай женьке блять суп и сварь вода вытепил ебаный в рот кто виноват ну все нахуй ну блять два ты надо добавить дед я мне пишут я тебе читаю я ты здесь причем да нахуй ты мне ну на вопросы отвечать вопрос куёс блять забыл забыл где бутылка стоит придется тебе к соседу у тебя же еще есть дед ну есть там мало мало да тебе это нормально на вечер не хватит на вечер на вечер ну а с нахуй хватит ну я ему нахуй сейчас лапшичка на а раз сейчас ну сварю какую с да да самогон как самогон кончил тогда блинов нет он не не это не не фильм петли вот так выпить если бухал здесь бы запущено в доме было нет вроде это соблюдать сабординацию самогонкой самогонку на вы стадет сейчас я вам покажу коридор вот где то здесь все я показываю а тыку зачем тебе а это я семечки а соседки отдаю а у соседки еще скотина что 2% а у этой 8 у соседки зато плита газовая есть теперь дождаться осталось газа а я могу ее сейчас включить она у меня горит ну у тебя баллон газовый да да а вон сам я вижу я вижу а чё на улице баллон держишь а где ж его будут держать а у меня вот здесь дыра вот здесь дыра вот здесь дыра дров вот хватает деду дров полно здорово цыган дед снег сколько навалило да мы с радостью помогли ему с ремонтом пока здесь месяц наверно будем у деда у деда пенсии всего лишь 14 тысяч и то ему не хватает даже на еду на таблетки на лекарства мы цыган мы цыган мы цыган с тобой не мерзнем а они медвики ёбаные им надо топить блять день и ночь нам с тобой дров не хватит они газ проведут ёбаный урод через пять лет не газ мы тебе уже через две недели проведём около дома будет ну проведётся хуй вас дождётесь одни гуляют впереди а другой здесь у бедетки это афель только работает суп я ему надо ссорить а то умрет нас тут с голоду цыган зато у тебя здесь цивильно дед зато у тебя цивильно здесь люди пишут у них даже меньше дом ты куда пошёл это твоя почивальня летняя да? да там и телевизор стоит и телевизор только он не рабочий а чё смотришь по нему тогда? тайны чёрного экрана что? не, ну зачем? цветной цветной молодец молодец спасибо спасибо вкусная дорогучка наверное так ах 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 у тебя сейчас опять вся вода выкипит нет сейчас нормально я одну зиму там жил вообще то зачем? а? зачем? а тут жена человек где ж тут на полу а то впереди не на полу а как же ты там грелся? я? да я даже там картошку пёк ага у меня козём вот такой ага труба и спирали вот это в палец вот я её как а там и накинул накидывал провода дед дед печку надо побелить побелка у тебя есть? нет это я куплю это хуйня это вкуснее к Пасхе к Пасхе? да яйца будешь красить и печку да? конечно я всё покраю смысл и вот я там жена отцу прибегает и ко мне туда в коридор о бе-гуме я замёрзла а у меня там жарища а я провода накидали провода щас накинешь счётчики поставлю а бля там блядь в trouбу картошку раз у меня картошка печеная смогонка болят и похуй нахуй жарище у тебя после развода четырнадцать баб да ты маньяк маньячила дед поймали бабу нахуй за стакан красный нахуй на нахуй в лесу привет привет а сколько это убежала как другой сергиус за три рус дед может налить на стаканчик я сам наличие тебе я не пьют я стаканчики маленькие ставлю а свой вот это твой стакан да такой это у тебя фамильный всегда большим я маленький не люблю они уже знают что там суп готов шаль скоро же не приедет сам глава курятина мясо свалился как курятина блять жалко блять надо вытаскивать спрятать бульон ну похлебай а 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 поджарку тоже сделал да сейчас женька придет у тебя всю кастрюлю охуярит мы с одним чеченом идем за самогонкой идем вот две часа выкопать откуда начали ну там собака бежит перед нас и блять с кастрюлей с алюминивый я буржейк а чё и собаки что ли это как я грустно собак нас 1 ёбка вы мать от женька догонят он она бросила сзади бежит мужик кричит отдать кастрюлю да мы ее не брали возьми а мы думаем кому ее отдать я бы с собой это своей собаке дал поесть а я спинзила суп съел и кашелью спинзила это слышали один знакомый за вечер ну поддал и поддал и поддал и поддал и может стенку все ладно всем до вечера и и